Новости на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Четыре часа на зачитывание приговора оглашен вердикт суда по делу об убийстве Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой. Педагог как призвание. 44 учителям республики присвоено почетное звание заслуженного. Она не верит в неудачу. Аслана Джинджолия вновь нуждается в нашей помощи. Приговор вынесен. Заключительное заседание суда по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скоредновой завершилось оглашением обвинительного приговора пятерым подсудимым. Обвиняемые Ромен Хмаил и Джумбер Бегвава присутствовали в зале суда. Ахрагопия и Аслан Свижба отказались. Место нахождения депутата Народного собрания Нодика Квецыния неизвестно. Судьи Екатерина Анищенко, Роман Кварча и Тимур Шония по очереди зачитывали материалы уголовного дела. Приговор был оглашен целиком лишь спустя четыре часа. На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 УПК РА суд приговорил признать Квецыния Нодика Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 32 пунктами А, Е и Ж части 2 статьи 119 на основании статьи 63 УК Республики Абхазия путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Квецыния наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Квецыния избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, вступление приговора в законную силу и арестовать его в зале суда. Срок наказания Квецыния исчисляется дня его ареста. Признать Свирба Аслана Шукуровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, В, Е и Ж части 2 статьи 119 на основании статьи 63 УК РА путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Свирба наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В соответствии со статьей 64 УК РА вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору Гагарского районного суда от 5 ноября 2010 года и окончательно к отбытию ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Признать Биглава Джумбир Африкановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Е и Ж части 2 статьи 119 на основании статьи 63 УК РА путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Биглава наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Биглава до вступления приговора в законную силу оставить прежний заключение под стражу. Срок наказания Биглава исчисляется 11 октября 2013 года. Признать Биглава Джумбир Африкановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Е и Ж части 2 статьи 119 на основании статьи 63 УК РА путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Биглава наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Биглава до вступления приговора в законную силу оставить прежний заключение под стражу. Срок наказания ГОПИ исчисляется 11 октября 2013 года. Признать Хмаил Рамина Нуревича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, Е и Ж части 2 статьи 119 на основании статьи 63 УК РА путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Хмаил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Хмаил до вступления приговора в законную силу оставить прежний заключение под стражу. Срок наказания Хмаил исчисляется 11 октября 2013 года. Официальная хроника. Все поставленные задачи выполнены неформально, а с конкретными результатами. Теми, которые мы ожидали, отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалеев в ходе встречи с президентом Раулем Хаджимба. Нургалеев проинформировал президента о проведенной за два дня работе и, в частности, о посещении совместно с абхазскими коллегами Ткварчалского района и Абхазо-Грузинской границы. Обсуждались новые элементы оперативной установки по охране государственной границы. При этом Рауль Хаджимба подчеркнул, в полной мере отдаю себе отчет и хочу, чтобы люди понимали, что без сотрудничества, без взаимодействия изменить многое в нашей стране будет невозможно. И эта работа для нас очень важна. Ситуацию в здравоохранении Абхазии обсудили в ходе рабочего совещания под руководством президента. Глава государства отметил, что ситуацию в республиканской больнице необходимо исправлять, начиная с решения кадровых вопросов. В больнице не самая лучшая дисциплина, что отражается на эффективности и качестве ее работы. Во-первых, необходимо решить все кадровые вопросы. Если сил Минздрава не хватает, необходимо подключать кабинет министров, сказал президент. По словам Рауля Хаджимба, вокруг медучреждений республики сложилась сложная ситуация. Ситуация в роддоме также складывается не лучшим образом. Повторение последнего вопиющего случая в роддоме, когда умер новорожденный ребенок, неприемлемо. Вопросы будут решаться жестко, заявил президент. По итогам совещания президент дал поручение по истечении двух недель разработать и предоставить комплекс мероприятий по решению существующих проблем в сфере здравоохранения. К другим темам. Школа «Второй дом». 44 учителям со всей республики присвоено звание «Заслуженный учитель Абхазии» за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Мероприятие приурочено к Дню учителя, и торжественная церемония награждения прошла в Госфилармонии. О благородном учительском труде Илана Касанба. Профессия учителя уникальна в своем роде. Она была востребована во все времена существования человечества. Особенная потребность в ней ощущается сегодня. Мимо Закуртава служение школе отдала 42 года своей жизни. Сегодня ее классы полны детьми, как и прежде. Я могу сказать, что я все время в школе нахожусь, потому что я только закончила институт, меня отправили на работу. 5 сентября в 1975 году пошла я на работу. Я работала три года в Верхней Шерской школе. Потом меня перевели в связи с тем, что ввели абхазский язык в русских школах для детей, абхазцев, только для абхазцев. И вот я с тех пор работаю в этой школе. Преподавание в наши дни – сплошное удовольствие, рассказывает педагог. Никакого дефицита учебников. Современные классные кабинеты, легкий доступ к любой нужной информации сделали процесс обучения во сто крат интереснее. Но самое главное, отмечает Мимо Закуртава, возможность свободного обучения на родном языке. В мое время абхазский язык, как официальный язык, уже как государственный, он же существовал. Те, которые хотели изучить абхазский язык или знать многое, чего по художественной литературе, они могли всегда, как бы сказать, найти время и сделать это. Так что сложность заключается в том, что сейчас у нас во всех школах, даже не абхазских, изучают абхазский язык. Все народы, все национальцы, которые проживают в нашей республике, имеют право учить наш абхазский язык. Успешный процесс обучения возможен только в сочетании с активной воспитательной работой. Ведь учитель помогает ребенку стать личностью, рассказывает Мимоза Андреевна. Она подчеркивает, сегодня обучать молодое поколение проще, интереснее. При желании детям можно дать много больше, чем раньше. Сейчас у них такие возможности для этого, которые они могут использовать, не знаю как. Ну, дети, если взять за основу этот класс, здесь у нас есть репатриантка, у нас есть другой репатриант. Ну, как сказать, они тоже хотят. Правда, не так, может, получается, но стараются. Ну, как-то получится. У них есть все возможности для того, чтобы учиться. Вот, посмотрите, мы в каком кабинете, в какой школе. Это не сравнит с тем периодом, когда вы здесь учились. У них есть все возможности, только бы было желание. Я так считаю. Мы поинтересовались, как удалось Мимозе Куртава проработать 42 года в профессии, остаться ей верной и сохранить силы и желание по-прежнему преподавать и воспитывать молодое поколение. В первую очередь, любовь к своей профессии. Надо любить детей, воспитывать. Я даже не представляю себя вне школы. Вот как бы. Вот я как завуч, а все равно у меня всегда есть один класс. Я без этого не могу. Наряду с нашей героиней в списке заслуженных учителей в этом году еще 44 человека. Все они собрались на торжественной церемонии в Сухуме. Поздравил педагогов лично президент Рауль Хаджимба. Уважаемые учителя, воспитатели, работники системы образования. Огромен вклад в строительство нашего независимого государства, в подготовку будущих специалистов, в ваших усилий. Пособных оказывать позитивное воздействие на созидательные процессы. Ваш каждодневный труд сопряжен с немалыми трудностями. Но вы, учителя, всегда были и остаетесь носителями лучших идей, взглядов, без которых немыслимо формирование полноценного национального мировоззрения. Мы знаем, в каких непростых условиях приходится вам обучать детей и юношей передавать прочные знания и навыки подрастающему поколению. Государство будет и преди уделять особое внимание существующим острым проблемам, решение которых необходимо для значительного улучшения материально-технического состояния наших школ. Сегодня, во благо подрастающего поколения, в 156 школах страны трудятся более 4000 учителей. Профессия учителя – это зачастую именно призвание. В Министерстве образования и науки отмечают – переоценить труд преподавателя невозможно. День учителя – это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Именно от качества и содержания вашей работы зависят развитие страны на десятилетия вперед, наша национальная перспектива – создание общества с более высоким уровнем жизни и играет ключевую роль в сохранении нации и ее кинофонда. Общеобразовательные учреждения из всех районов и городов республики подготовили свои видеопрезентации. Эти своеобразные рассказы о школах нашей страны продемонстрировали собравшимся в рамках торжественного мероприятия. Илана Казыма, Созракла Гухавара, Макамки, Абазатова. Продолжаем выпуск. Президент Рауль Хаджимба встретился с генералом армии Сирийской Арабской Республики Уалидом Маршан, который рассказал президенту Абхазии о ситуации в Сирии. Генерал подчеркнул, что большие участки территории уже освобождены от войск ИГИЛ. Он добавил, что большую поддержку и помощь сирийская армия получает со стороны России. Встреча с представителями Абхазской диаспоры Турции прошла в Российском институте стратегических исследований. Турецкую сторону представляли депутат Меджлиса Турции Ингино Скотч и руководитель Федерации абхазских культурных центров Турции Ахмед Джейлан. Со стороны Российского института стратегических исследований во встрече приняла участие заместитель директора РИСИ Глазова, которая подчеркнула необходимость закрепления курса на улучшение отношений между Россией и Турцией, что особенно важно в контексте достигнутых договоренностей между главами России и Турции Путиным и Ордоганом. Командно-штабные учения МЧС в городе Ачимчира под командованием министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния посетил президент Рауль Хаджимба. Участвовали подразделения из всех районов страны, а также специалисты кинологической службы МЧС России вместе с питомцами. Боевые расчеты спасательного ведомства Абхазии были представлены личным составом. 20 единицами наземной техники, 5 единицами водно-спасательных судов был также задействован вертолет Минобороны Абхазии. Отрабатывались задачи по взаимодействию спасательных подразделений в случае чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Дисциплина – основа служения Родине. В Министерстве обороны Абхазии прошло расширенное совещание всего личного состава ведомства. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. 18 октября в Главном оборонном ведомстве Абхазии на отчетном собрании были подведены итоги подготовки вооруженных сил республики за 2016 год. Вскоре министр обороны Мираб Кишмаря вновь собрал весь личный состав ведомства. По словам генерала армии, в последнее время участились нарушения воинской дисциплины в подразделениях. То, что творится в последнее время в воинских частях, это, знаете, ни в какие рамки не входит. Сами офицеры, прапорщики и контрактной службы являются примером нарушения воинской дисциплины. Идет вранье от командирова подразделения. Если кто-то имеет желание так продолжить, служит, я вам разрешаю спуститься до отдела кадров и написать рапорта самим. Министр поручил отчитаться начальников штабов о проделанной работе в подведомственных подразделениях. Первыми о состоянии воинской дисциплины доложили артиллеристы. За текущую неделю с 24 по 28 октября 2016 года в артиллерийской группе Министерства обороны Республики Абхазия были проведены следующие работы. В соответствии с приказом Министра обороны Республики Абхазия, номер 259 от 27 сентября 2016 года, в артиллерийской группе для подготовки личного состава молодого пополнения было подготовлено учебно-материальная база, спальное помещение для размещения личного состава молодого пополнения и в установленные сроки с 21 октября 2016 года был начат прием молодого пополнения. Также продолжаются работы в соответствии с планом проведения подготовительного периода к зимнему периоду обучения 2017 года. С отчетом выступили начальники различных подразделений комендантской роты и спецназа. Мираб Кишмария сделал ряд замечаний и дал соответствующие распоряжения. Более того, министр поручил соответствующему ведомству провести медицинский осмотр на выявление наркозависимости среди военнослужащих. Начиная с меня до последнего солдата провести всех через наркологические, это поняли, да? График мне не нужен. Вам даю я месяц срок, в течение месяца вы должны это провести. Между тем, все существующие проблемы, по словам Мираба Кишмария, разрешимы. За последние годы, отметил министр, заметно повысились интенсивность и качество боевой подготовки. Я сказал, что у нас все плохо, я не могу этого сказать, потому что это хранен. Я еще раз, конечно, имею такую мизерную зарплату, то, что вы делаете, не имею условий и других, ну, много что не хватает. Сегодня нам надо те традиции продолжать, которые наши старшие нам передали, это армия, те, которые погибли, те, которые служили, многих нет. В завершении Мираб Кишмария отметил, что подобные отчеты будут представляться каждый месяц и освещать деятельность каждого подразделения в отдельности. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абазат ТВ. Культура и наука. План мероприятий к столетию Абхазского государственного музея обсудили на встрече в Абхазгосмузее министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, заместитель министра Батал Кубахия, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопо, сотрудники музея. Поднимались следующие вопросы. План мероприятий, подготовка материала для издания альбома, посвященного столетию Абхазского госмузея, проведение научной конференции и запуск сайта музея. С 31 октября начнется работа по всем направлениям. Фундаментальное исследование. Истоки этнонационального сознания и самопознания. Так звучит название докторской диссертации известного абхазского философа Ивана Тарба. Защита состоялась в Абхазском государственном университете. Работа, основанная на исследовании истока в этнической философии абхазского народа, вызвала большой интерес многих ученых. Амелия Сатурян с подробностями. Защита докторской диссертации стала результатом долгой и кропотливой работы абхазского ученого. Иван Дорофеевич Тарба прошел путь от преподавателя младших классов школы до заслуженного педагога вуза. На его счету множество выпущенных изданий, посвященных исследованию философских тем. По словам Ивана Тарба, начало подготовки к докторской диссертации он ведет с определенного момента, обратившего ум ученого к исследованию этнической истории и философии своего народа. Советовался я в кафедре истории русской философии, Санкт-Петербургского института. Он в открытую мне сказал, например, мы прямо историей русской философии, мы занимаемся, вы занимаетесь философией своего этноса. Вот с этого момента я этим и занимаюсь. У меня на эту тему вышло где-то книг 4. В соавторстве с Гожевым две книги подсознание, сознание, самосознание, сознание, самосознание, этническое и национальное. А сейчас вот докторское я подготовил. Ученый совет, утвержденный Академией наук Абхазии, составили ряд крупных деятелей науки. Как российских, так и местных философов заинтересовала монография, истоки этно-национального сознания и самопознания, основанное на изучении абхазского этноса. Исследование этнос и общества всегда применялось только марксистская теория, формационная теория по общественно-экономическим формациям. Оно в какой-то степени не вписывается в историю культуры многих народов, тем более малочисленных народов. А я взял другой метод, цивилизованный метод, и использовал метод Данилевского, Вернадского и Гумилева, моего кумира, который занимался как раз этим этносом и биосферой. И на основании этого, значит, у меня постепенно родилась вот такая мощная идея. Исследование продиктовано внутренними запросами и потребностями абхазского народа. Они проявляются в различных формах и на разных уровнях жизни. Зачастую это происходит весьма противоречиво, что требует основательного анализа, в том числе социально-философского аспекта, отметил Иван Тарба. Кроме того, актуальность данной темы исследований диктуется накалом этнических, национальных и конфессиональных противоречий, вызванных распадом СССР и поиском новых форм сотрудничества и межкультурного взаимодействия. На защите докторской диссертации в Абхазском государственном университете присутствовали ученые, входящие в десятку авторитетнейших философов мира. Многие прислали заочные отзывы о представленной монографии. Поступило 7 отзывов на автора философии докторской диссертации Тарба Ивана Дорофеевича. Это отзыв доктора философских ног профессора кафедры общей психологии и социальных коммуникаций Сочинского госуниверситета Тесле, доктора философских ног профессора Черкесского госуниверситета Шенкао. Авторы отзывов подчеркивают актуальность темы исследований, ее научную новизну, не вызывают сомнений, обоснованность и достоверность философских положений и выводов. Главная задача абхазского народа – сохранить свой этнос в условиях глобализации. Сделать это можно лишь путем самопознания, подчеркнул соискатель. Вопросы, заданные оппонентами, были нацелены на изучение точки зрения Тарба относительно перспектив развития Абхазии как государства мультинационального с множеством конфессий. В современном мире разворачивается другой процесс, суть которого состоит в очередной попытке установления доминирования в мире одной нации, одного сфер общества. Тенденции подобной глобализации порождают естественные противодействия со стороны ряда стран и народов, обладающих сформированным самосознанием и осознающих ценность собственной социокультурной специфики. Все ученые смогли высказаться в адрес представленной монографии и высказать свою точку зрения. После путем тайного голосования было принято единогласное решение об успешной защите докторской диссертации. Амелия Сатурян, Раму Камки, Абаза ТВ. Борьба с ДТП, акция «Сбавь скорость» набирает обороты. Группа активистов проводит акцию, цель которой – привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима на дорогах. Как сообщает Абстнепресс, для максимального привлечения внимания водителей и пешеходов к проблеме возросшего числа ДТП из-за превышения скоростного режима на дорогах, группа автолюбителей клеит на свои автомобили рекламное обращение к водителям. Не убей, живи сам, сбавь скорость. Плоды добра. Двое подопечных фонда «Ашана» вернулись из Москвы. Мария Панчулидзе и Спартак Пачулия родились с диагнозом ДЦП. Дети прошли курсы лечения в Институте медицинских технологий и научно-практическом центре детской психоневрологии Москвы. Целых три недели Спартак вместе с мамой находился в клинике, где проходил комплексное лечение. Элеонора Гелаян продолжит. История Спартака Пачулия хорошо известна жителям нашей страны. В середине июля фонда «Ашана» объявил сбор средств на лечение мальчика с диагнозом ДЦП. 12-летний Спартак мечтал хотя бы научиться нормально ходить. Только благодаря неравнодушным жителям Абхазии сумма, необходимая для лечения Спартака, была собрана. Три недели мальчик вместе с мамой находился в научно-практическом центре детской психоневрологии. Алиса Гвилава благодарит каждого, кто внес свой вклад в здоровье ее сына. Доктора, очень высокого, квалифицированные все врачи, они проходят с профессиональной стороны, но также с человеческой. Настолько мы себя чувствовали, я не знаю, как дома, как будто все родные, настолько они ухаживают, они переживали в каждые 5 минут зайти, спросить. То есть вообще мы, ну, на высшем уровне был прием. Помимо этого, мы как приехали, сразу началась диагностика, это сразу внимание, как бы с медицинской стороны, сразу уколы. Мама мальчика вспоминает, первая неделя была трудной, но портом Спартак оклемался и успешно прошел комплексное лечение. Логопед, массажист, педагог. С нашим маленьким соотечественником работала целая группа высококвалифицированных специалистов. Сам Спартак о своей поездке в Москву вспоминает с улыбкой. Мы полетели в Москву на самолете, мы прилетели там, мы пришли, все к нам подошли, показали все, палату там, все. И там потом у нас, несколько дней ушло, там у нас началось, там уколы, массажи вот эти вот, там Гена мой массажист, там мне массажи делал, эти, ну, уколы нам делали там, на игровом комнате были. На фоне терапии ребенок стал активнее, физический окреп, укрепились мышцы спины, улучшился мышечный тонус, показатели ортопедических тестов. Мальчик, наконец, стал наступать на пятку. Старшая сестра Кристина рассказывает, как ждала брата домой, и что помогает сегодня младшему, радуется его успехам. Я очень обрадовалась его приезду, но я заметила улучшение, он начал вставать на пятки, ему сказали, чтобы он делал зарядку, я постоянно ему помогала делать зарядку. Мы занимаемся с ним, пишем, с ним буквы учим, цифры. Также после лечения из Института медицинских технологий вернулась страдающая ДЦП и поражением центральной нервной системы Мария Панчулидзе. Девочка проходила обследование у педиатра, невропатолога, офтальмолога и логопеда. Все это возможно только благодаря людям, для которых нет чужих детей. Сегодня в наших руках находится жизнь Аслана Дзунджолия. Историю этой малышки сегодня знает каждый. Хрустальная девочка с мужественным характером и железным терпением. Позади у этого ребенка 16 курсов лечения, а впереди операция в Хорватии. К этому мы всей страной шли 4 года. Шли и вели маленькую Аслану, которая просто не верит, что чудо может не случиться. Из двух необходимых миллионов сегодня собрано 936 тысяч рублей. Необходим еще 1 миллион 564 тысячи. Все вместе, вдохновляясь теми, кому уже помогли. Мы можем все. Для начала отправить смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. Эленора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Чтобы помочь Аслане Дзунджолия, вы можете прямо сейчас отправить смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. Стоимость одного сообщения 20 рублей. Количество смс не ограничено. О других способах помощи вы можете узнать по телефону фонда 773 5050 222 5050. Сельскохозяйственная ярмарка будет организована 5 ноября на центральной площади города Гал. Как сообщает Апснепресс, инициаторами сельхозярмарки стали администрация Галского района, а также ряд предпринимателей. Цель – продемонстрировать и прорекламировать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию сел Абхазии. Кроме горожан и сельчан района, на ярмарку собираются гости из Ростовской области, а также должны приехать несколько туристических автобусов. Сейчас о погоде в Сухоми. В субботу 29 октября в столице облачно, дождь. Температура воздуха днем 13, ночью 7 градусов. Температура морской воды 17 градусов. Это все, о чем мы успели вам рассказать. О развитии событий следите на Абаза ТВ и удачных выходных! Абаза ТВ Абаза ТВ